Добрый день! Я приветствую всех участников. Ну, в моей должности вы поняли, что я занимаюсь, во-первых, основное направление, это непрерывное образование. Оно естественным образом ложится на профориентационную работу. И какие бы мы сейчас методики в образовательном процессе не использовали, самым тяжелым является найти тех студентов, которых мы должны учить. Потому что все вузы работают на одной территории. И те методы, которые мы используем, они дают возможность комплектовать наших учащихся по всем формам обучения, которые существуют в нашем вузе. Для наглядности проведения профориентационной работы, для того, чтобы до каждого потенциального абитуриента донести возможности его карьерного роста, у нас в университете был разработан карьерный навигатор пространства профессионального образования СЗДУ. Он у вас в материалах конференции есть, вы его сможете посмотреть. Я хотела бы остановиться на системе, на нижней части этого навигатора. Это как раз система доузовской подготовки. Каким образом мы комплектуем эту систему? Наши студенты можно разделить на две большие группы. Это те школьники, которые приходят учиться к нам, и та работающая молодежь, которая находится на предприятии и хочет получить образование. В соответствии с этим мы используем и традиционную профориентационную работу, такие как профильные классы, система открытых уроков, экскурсии на учебно-лабораторные базы наших университетов и филиалов. Это экскурсии со школьниками на предприятия. Но имеются и определенные особенности в нашей профориентационной работе. Более 10 лет уже существует в нашем университете так называемый малый факультет. Он предназначен программой для учащихся 10-11 классов. Она дает возможность адаптироваться учащимся в будущей студенческой среде и понять смысл выбранной профессии. Вообще, что это такое и как они будут учиться этому. Это касается работы со школьниками. Но учитывая, что наш вуз особенный и вы обратили внимание, что в основном мы ориентированы на работающую молодежь, вот уже более 5 лет по системе РАПФАКа мы осуществляем подготовку нашей молодежи для дальнейшего обучения в университете. РАПФАК, во-первых, дает возможность тем людям, которые давно учились, подогнать основные базисные знания по математике, по физике, русскому языку. А с другой стороны, и познакомиться с формами обучения и теми перспективами, которые у них потенциально могут быть реализованы, приобретая высшее или среднее специальное образование. Александр Андреевич уже остановился на том аспекте нашей деятельности, что мы создали факультет среднего профессионального образования, то есть не пошли по пути присоединения техникумов или колледжей, а открыли свой университетский колледж. И сразу у нас появилось очень перспективное направление довузовской подготовки, так называемые колледж-классы. Это по заочной форме обучения. Мы по среднему профессиональному образованию начинаем готовить учащихся школ после 9 класса, не отрывая их от школьной программы. Вы знаете, что сейчас существует такая достаточно конфликтная ситуация, за каждого учащегося в школе держатся, и техникумы и колледжи тоже хотят их как бы к себе переманить. Поэтому вот система колледж-классов, она, ну, дает такое компромиссное решение. И год от года эта форма все больше и больше увеличивается. Можно слить. Значит, и вся правоориентационная работа построена в университете прежде всего по информированию молодежи о тех образовательных возможностях территориально распределенной доступной образовательной среды. То есть обучение приближается к месту проживания. Вот слайд. Можно посмотреть охват молодежи профориентационной работы с 2009 по 2011 год. И если в 2009 году больше было школьников, то год от года все больше и больше профориентационная работа охватывает именно работающую молодежь. Значит, вся профориентационная деятельность и система непрерывного образования у нас осуществляется через комплексы непрерывного образования. Это на правах социального партнерства, объединение учебных заведений различного уровня подготовки. Это школы, ПТУ, лицеи, колледжи, техникумы. И мы как самая вершина всего этого образовательного процесса, наш университет. Таких комплексов у нас на территории существует достаточно много. Они функционируют много лет и приносят свои плоды. Схема такого учебно-производственного инновационного комплекса предусматривает вхождение различных структур туда. При таких комплексах сейчас наиболее широкое распространение для молодежи получили так называемые студенческие бизнес-инкубаторы и молодежные бизнес-инкубаторы на правах школ молодых предпринимателей. Задача донести эту информацию для школьников, чтобы они правильно были сориентированы в дальнейшем на обучение. Ну, если посмотреть по годам, то явно видно в этих комплексах, как растет количество обучающихся. И все больше приоритет получают очень заочные и заочные формы обучения. Это связано и с демографической ситуацией, и, конечно, с тем, что практически студенты даже очень в формы вынуждены все работать. На этом слайде приведено количество обучающих по программе «Малый факультет» и в колледже. Вы видите, тоже у нас сейчас «Малый факультет» количество уменьшается, а все больше возрастает количество обучающихся, проходящих систему среднего профессионального образования в колледже и в колледж-классах. По профориентированной работе я сказала «Все». Значит, если будут вопросы, мы рады с вузами поделиться теми программами, которые разработаны нами, теми мероприятиями, которые мы проводим в школах и на предприятиях. Я думаю, что это будет интересно. Спасибо за внимание. Спасибо.